Девочка-пай Братья и сестры, признаюсь, подготовить доклад на тему краткой истории издательства «Христианин» для меня вдвойне сложная задача. Во-первых, потому что я не свидетель тех событий, о которых буду рассказывать. Я покаялся в 90-е годы, а я был, остаюсь сторонником, чтобы свидетели рассказывали историю по возможности. И вторая проблема, я совершенно не историк, но все-таки я питаю надежды, что у нас еще будут свидетельства, и возможно некоторые из участников поделятся теми переживаниями, благословениями, которые они испытывали, непосредственно участвуя в служении издательства. Мой доклад будет состоять из пяти частей. Сначала мы поговорим о предыстории возникновения издательства, то есть рассмотрим коротко ситуацию, в которой издательство зародилось, и какие процессы подготовительные происходили при этом. Вторая часть будет посвящена образованию издательства и началу работы. В третьей части мы поговорим о жертвенном служении в условиях гонений. В четвертой части несколько слов будет сказано о труде издательства в период относительной свободы. И в пятой части мы подведем пятидесятилетние итоги служения издательства. В качестве эпиграфа я хотел бы зачитать два текста. Первый мы находим в книге Бытие, 18 главе, начало 14 стиха. «Есть ли что трудное для Господа?» Это риторический вопрос, который предполагает однозначное «нет». Для Бога ничего нет ни невозможного, ни трудного. И второй текст из тридцатого псалма, двадцатый стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими». Попробуем объединить эти два текста. Для Бога нет ничего невозможного. У Бога обилие благ, неистощимый источник благословений. Но увидеть эти чудеса Божии, воспользоваться приятными плодами этих благословений, испытать чудо в своей жизни может кто? Согласно псалму 30-20, те, кто боится Бога, и которые уповают. И те, кто уповают на Бога. Моя задача не просто дать какие-то сухие факты, а в докладе показать вот эти две ключевые линии. Первая линия – Бог – это Бог чудес. Мы увидим очень много чудес, невероятных чудес, которые Бог совершал, и благодаря им стало возможно существование издательства. И вторая линия – это то, что Бог творит чудеса именно в жизни тех, которые на Бога уповают и которые Его боятся. Предыстория возникновения издательства. Друзья, чтобы понять, в каких условиях издательство возникало, я перечислю только ряд фактов. Время не позволяет мне подробно на каждом факте задерживаться. Во-первых, существовал в нашей стране, которая жила за железным занавесом, запрет на поставки христианской литературы из-за рубежа. Существовала специальная инструкция, которая предписывала, что иностранцы могут только в пределах личных потребностей завозить литературу. Это не более двух экземпляров религиозную, а вообще адресатам из граждан Советского Союза, которые отсутствуют в определенных списках, им вообще нельзя допускать получение литературы из-за рубежа. Она определенно конфисковывалась. Вторая проблема – это тотальная идеологическая цензура со стороны государства. Контролировалось все, что только можно, в том числе немногочисленные религиозные издания. Тот же «Братский вестник» в Сегбе, официальное издание, журнал, он тоже политической цензурой очень четко прочесывался, и оттуда убирались все духовно-назидательные практические статьи, и только материалы с патриотической или миротворческой направленностью оставались с целью разложить церковь и оставить ее без духовной пищи. А с 1949 по 1952 год «Братский вестник» вообще исчез, он не издавался в этот период. Третья проблема – регулярные обыски и изъятия литературы. Невозможно посчитать, в скольких домах и сколько раз побыли стражи правопорядка, и, как правило, когда они проникали в христианский дом, то изымали всю религиозную литературу, вплоть даже до рукописных материалов, до тетради. Нам трудно понять ту жажду духовного хлеба, которую испытывала молодежь. Друзья, но задумайтесь, ночами молодые люди, отцы, матери и даже детей приобщали родители к этому труду, переписывали в тетради различные произведения, переписывали духовные песнопения, христианские рассказы, христианские повести. Это настоящее богатство передавалось тайным образом из семьи в семью. Это был жертвенный труд, но это не могло удовлетворить потребности Божьего народа. Четвертая проблема – это отсутствие опыта независимой печати. У наших братьев, естественно, не было сведений о каких-то технологических процессах, о каких-то редакторских процессах, которые нужно проводить, прежде чем будет выпущено то или иное издание. Если ставить задачу создать издательство, то фактически это значит начать работу с нуля. И пятый интересный момент – это позиция в СИГБе по вопросу непоцензурности христианской печати. Удивительно, друзья, но в те годы, 50-60-е, сложилось мнение, что без внешних вообще ничего нельзя делать. Например, старший пресвитер по Донецкой области Татарченко так говорил – «Тем братьям, которые отделяются от нас и мечтают о какой-то религиозной деятельности без государственного контроля, нужно навсегда проститься с этой мыслью». Пленум в СИГБе писал в 69-м году. «Дорогие наши отделившиеся братья и сестры, вам внушают, что церкви, из которых вы вышли, связаны с миром. А как же можно решать такие вопросы, как регистрация церквей, издание Библии, сборников духовных песен без обращения к соответствующим властям? Иначе надлежало бы нам выйти из мира сего». То есть независимая от мира печать – это даже считалось многими верующими чуть ли не преступлением. И вот представьте, в такой обстановке, когда, ну, кажется, невозможно даже думать, даже допустить мысль, что у нас может быть собственная печать. Создать свое издательство – это просто должно было какое-то невероятное чудо произойти. Тем не менее, даже в годы становления братства, пусть примитивная печать, но существовала. Это еще не было издательство, но Бог побуждал постоянно производить поиски и какие-то простенькие методы практиковать. Ну, в частности, наверное, некоторые из вас видели старые экземпляры изданий синькой или гектографическим способом. То есть на специальную желатиноглицериновую массу клался оригинал, который был написан специальными чернилами. И тогда, когда этот листок со специальными чернилами клался на массу, на массе создавался отпечаток, она впитывала в себя часть чернил. И затем чистые листы можно было на эту массу накладывать и до 60 или 100 экземпляров снимать. Конечно, через несколько десятков экземпляров они становились все бледнее и бледнее. Тем не менее, гектографом были отпечатаны, например, был размножен материал об освещении, духовно-назидательные книги некоторые, «Счастье потерянной жизни». Мне попадались некоторые экземпляры, гектографически отпечатанные. И в 65-м году братский листок стал гектографом издаваться. В 60-е годы, это тоже очень важный ключевой момент, родился журнал «Вестник спасения», впоследствии переименованный «Вестник истины». Некоторые друзья из Сибири загорелись желанием собирать духовно-назидательные статьи и каким-то образом их копировать, ну, опять же, гектографом. И случилось так, что об этом узнал Геннадий Константинович, когда он побыл в Сибири, и сказал, что отныне это будет наш общебратский журнал. Дал ему название «Вестник спасения». Первый номер журнала был подготовлен на тот момент 22-летней христианкой из Прокопьевской Любови Егоровной Богдановой. Объемистый журнал, более 100 страниц, стираж 60 экземпляров. Через три года к ней присоединилась еще в те времена молодая христианка Светлана Владиславовна Белецкая. 13 лет «Вестник спасения» издавался именно гектографом или синькой. А потом, я чуть позже об этом скажу, сестры из года в год регулярно жертвенное служение продолжали и готовили новые выпуски журнала «Вестник истины» под руководством Геннадия Константиновича. Тем не менее, шло время, и остро стоял вопрос. Геннадий Константинович постоянно переживал об этом. Юрий Константинович родному брату об этом говорил, что нам нужно более совершенный способ печати найти. Использовали различные способы. Я не буду даже их перечислять, потому что они мало о чем нам сейчас говорят. Но, тем не менее, они оказались не настолько эффективными. Время шло, поиски продолжались. Интересно, Геннадий Константинович однажды сказал так. Не может быть, чтобы, уповая на такого всемогущего Бога, мы не научились печатать Слово Божие в наших условиях. Этикетки на папиросах, на бутылках со спиртными напитками изобилуют красками. Но за всей этой красотой скрывается зло, разлагающее людей. Мы же простой черной краской не можем отпечатать Слово самого Бога, которое несет людям спасение. Не может быть, чтобы наша жажда исполнить волю Божию, наше стремление нести Слово спасение погибающим, не имело Божьей поддержки. Братья находились в поиске, и вот однажды произошло чудо. Знаете, какое? В 1963 году трое братьев, Геннадий Константинович и его брат Юрий Константинович и Иван Алексеевич Афойнин, прогуливались по Москве, по центру и рассуждали об этой проблеме печати. И надо же, именно в этот момент они заметили броскую вывеску, которая указывала, что в Политехническом музее проводится выставка японской оптики и полиграфической техники. А может быть, это как раз и есть то, что нам нужно. Когда братья поднялись на второй этаж, они были в восторге. Там стояла такая достаточно портативная японская малогабаритная печатная машина. Всем она была хороша, маленькая такая, удобная, достижение техники на тот момент, но печатала она только с одной стороны листа. Она использовала принцип овсетной печати, и братья поняли, это именно тот путь, по которому должны пойти дальнейшие разработки. Повторюсь, это было явное чудо, явное указание Божье. Дальше начались эксперименты, очень интересные, своеобразные. Пытались изготавливать краску после этих экспериментов, вся комната была или потолок был в саже. Пытались с печатными формами работать, потому что понимали, что секрет овсетной печати, именно вот этих специальных алюминиевых полостинах, их обработки и переноски фотографий на них кроется. Нужно было как-то освоить эти химические процессы. Эксперименты были очень сложны, потому что от химикатов иногда распухали, болели пальцы. Иногда Юрий Константинович по 17-18 часов в сутки работал для того, чтобы добиться качественных отпечатков. Еще одно чудо, друзья, то, что параллельно с Юрием Константиновичем разработками занялся Виталий Иванович Питченко. Чудо Божье, то, что он после армии поступил на работу в печать учеником фотографа в типографию. И за несколько месяцев, которые он там был, он со многими интересными и важными вещами познакомился. Потом его уволили, когда узнали, что это верующий, а допустить к технологическим процессам верующего христианина старались этого не делать, чтобы не возникла христианская печать. Но, тем не менее, Виталий Иванович много полезных знаний подчеркнул. Он впоследствии говорил, что все это были пути Господни. Он параллельно сам начал некоторыми экспериментами заниматься, а потом познакомился с братьями. И уже сообща началась вестись работа по изготовлению качественных алюминиевых пластин. Но что касается печатных машин, это тоже была непростая задача. Сначала Юрий Константинович вручную пытался валик прокатывать по печатной форме. Но это настолько тяжелая и малоэффективная была работа. Поясница сильно болела, жутко уставали руки. Что он понимал, нужно как-то механизировать этот процесс. В 1965 году родился в Московской области, в Ногинске, в доме Софии Бочаровой. Родился первый, первая машинка полудеревянная, печатная, печатный станок. Затем второй печатный станок уже на Украине с помощью хороших братьев, слесарей, токарей. Там целый консилиум собрался после того, как Георгий Петрович Винц посоветовал Юрию Константиновичу Крючкову. Перебирайся в Киев, там есть специалисты, они тебе помогут. И действительно, когда посовещались братья, подключили хорошего токаря, который вытачивали по эскизам деталей. Была приготовлена вторая печатная машина. Далее третий печатный станок родился. И, наконец, четвертая печатная машина в 1969 году с двусторонней печатью. Что удивительно, друзья, двусторонняя печать эта машинка смогла заработать. В 1969 году ее ласково прозвали «Христианочкой». На ней был отпечатан нотный сборник «Песни христиан» и сборник «Духовные песни». Правда, оставалась одна проблема – самонаклад, то есть автоматическая подача бумажных листов в машинку, он мучил, качественно не работал. Поэтому нужен был дополнительный человек, чтобы быстро бумагу в машинку подавать. Итак, была создана машина, велись разработки с изготовлением печатных пластин. Но оставалась еще одна проблема. Мы могли только копировать существующие издания. А так, чтобы набирать свой текст, это представлялось невозможным. Нужно было найти какой-то метод набора. Этим поиском занялся Геннадий Константинович на нелегальном служении, когда он находился. И в 1971 году Бог открыл ему этот способ. Он оказался достаточно простой, трудоемкий, но прекрасно эффективный для наших условий. Это метод клея и ножниц или метод аппликации. Пока есть книги и журналы, без разницы какие, хоть советские, хоть атеистические, из них можно было врезать буковки, слоги, слова, потом аккуратно наклеивать их в строки и таким образом собирать текст. Потом текст фотографировать качественно, переносить на пластину и затем с помощью печатной машины уже большие тиражи отпечатывать этого текста. Тогда, когда этот процесс запустился, потребовались специальные инструменты. И буквально в таких конспиративных условиях Геннадий Константинович вытачивал все это, например, из нержавеющих ложек, различные специальные приспособления для нарезки и приклеивания букв. И тогда, когда под обыске что-то попадало, то гонители, с одной стороны, удивлялись. Это ужасный труд, это трудоемкая работа по буковке все вырезать. А с другой стороны, они понимали, что пока их атеистическая печать существует или вообще любая печать, это метод набора, он нестремимый. Пока есть книги, есть и этот метод набора. И благодаря этому, в общем-то, когда все эти процессы достигли определенного пика, вершины успеха, и родилось издательство. 5 июня 1971 года председателю Совета Министров Косыгину было направлено заявление о начале деятельности издательства «Христианин». А через 5 дней, 10 июня 1971 года, обращение издательства «Христианин» ко всем евангельским христианам-баптистам. Началась новая веха, когда заработало вот это официально провозглашенное Советом Церквей издательство. Но, конечно, мы понимаем, в нелегальных условиях. Несколько слов о жертвенном служении в условиях гонений. Действительно, друзья, труд издательства был связан с посвящением, с отдачей, с готовностью идти в вузы и даже, если нужно, на смерть. Братья и сестры с большой любовью молились о сотрудниках. Отцы и матери отпускали своих сыновей и дочерей на подпольный труд, понимая, что это может грозить их детям и здоровью. Это жертва здоровьем, силами. И они могут даже попасть в тюрьму за это служение. Но, тем не менее, жертвовались средства, жертвовали многие силы, жертвовали своим здоровьем. Сотни, похоже, людей были задействованы в развозке литературы, в переплете, в закупке бумаги. И существовал ряд бригад, которые постоянно меняли свое местонахождение и осуществляли печать литературы. Ответственным за служение издательства «Христианин» в разные годы были Георгий Петрович Винц, Михаил Сергеевич Кривко, Авель Михайлович Волошин, Вениамин Александрович Маркевич и Иван Петрович Плед. Друзья, там представлены стенды, есть несколько плакатов, посвященных именно издательству «Христианин». Обратите внимание, там есть фотографии некоторых печатных станков и фотографии героев веры. У меня нет времени рассказывать их биографию, но я хотел бы несколько цитат зачитать Софьи Петровны Бочаровой и Виталия Ивановича Питченко. Обратите внимание на их образ мышления, на их посвященность. Оно действительно есть чему подражать. Софья Петровна рассказывала, «После вечерней молитвы я не могла уснуть до тех пор, пока в уме не повторю до мелочей весь процесс приготовления овсетных пластин. Это была моя как бы вторая молитва, потому что труд этот был для меня святыней, незаслуженным Божьим доверием мне. Я не могла исполнять его небрежно, потому что я не мыслила жизни без труда. Я не могла себе представить, как расстанусь с ним». Интересно, когда она встречалась с теми, которые говорили, «Мы неспособны, у нас нет талантов, мы не можем служить Богу». Она так им говорила, «Не верю я, что это может служить причиной для отказа. Ниже моих способностей и знаний едва ли у кого найдешь. Бог ищет не таланты, таланты он сам дает. Богу нужны жертвенные сердца, а способностью он их наделит. Я испытала это на личном опыте». Еще она рассказывала, «Во время тиража во мне появлялась какая-то неистащимая энергия. Я не знала усталости». И почти последние слова, она тяжело заболела, и перед самым днем отхода к Господу она оставила такое пожелание тем, с которыми трудилась. «Трудитесь, друзья, и дальше для славы Господа. Не унывайте, труд ваш не тщетен пред Господом. Если бы мне возвратили мои прожитые годы в Господе, я прожила бы их так же, за исключением тех ошибок, которые допускала. Я не жалею, что отдала лучшие годы для Господа». Почти 12 лет в издательстве, она буквально, можно так сказать, сгорела на этом служении. Она полностью выложилась и принесла много плода. Виталий Иванович Питченко – удивительное совпадение через 10 лет после смерти Софьи Петровны. Виталий Иванович тоже в январе, и она в январе ушла только в 80-го года, 90-го года, оборвалась его жизнь в автокатастрофе. Он рассказывает, тогда, когда у него появилось такое горячее желание изучить печать и как-то добиться, найти такой способ, чтобы Евангелие сделать достоянием народа Божьего. Он рассказывает, падший Херувим встревожился. Однажды ночью я проснулся от того, что мне кто-то с угрозой говорил. «Ты знаешь, что тебе за это будет?» Я понял, кто меня пугал. Но здесь же меня спрашивал другой голос. «А что тебе будет, если ты оставишь это дело?» Я стал молиться, чтобы Господь удалил страх. Он услышал мою молитву и послал победу. «Дьявол отступил. С того дня в труде для Господа я больше никогда не испытывал никакого смущения. И все, что я делал по печати, совершал с полным сознанием, что должен это делать». Несколько слов об условиях работы. В книгах «Под кровом Всевышнего» и «Под высокой рукой» можно прочитать некоторые детали. Во-первых, готовилось помещение, куда должна была заехать бригада. Старались сделать, чтобы была шумоизоляция, звукоизоляция хорошая. Нередко проводился звонок. Хозяин Доба предупреждал специальной системой звонков о той или иной опасности. И потом давал отбой, если нежеланные гости уходили, чтобы бригада могла продолжать работать. Входную дверь всегда нужно было держать на замке. Естественно, что сотрудникам, печатникам приходилось дышать парами краски, скипидарой и так далее. Иногда был даже такой случай, когда занесли веточку акации, поставили, она даже двух часов не продержалась, очень быстро завяла. А годами, если сложить все месяцы тиражей, печатники работали в таких условиях. Зачитаю небольшую цитату из книги «Под кровом Всевышнего», друзья, чтобы нам почувствовать вот эту атмосферу, в которой проводилась работа печатной бригады. «Рабочий день обычно начинался в семь часов. Подъем, утренний туалет, все делалось почти бесшумно, быстро и энергично. Затем наступал тихий час. Каждый читал Библию, вникал в слова Божьи, мысленно рассуждал о прочитанном. Перед молитвой кто-нибудь по очереди читал слово Божье вслух и в простоте делился полученным назиданием. Потом одна из сестер готовила завтрак, а все остальные приступали к работе. После завтрака каждый продолжал свое дело. Братья печатали, а сестры складывали листы, собирали их в книгу. В обед и в ужин та же сестра отрывалась от бумажных дел, чтобы сварить, накрыть на стол, вымыть посуду, а потом снова вливалась в рабочий ритм, складывая пахнущие краской листы. Работали, как правило, до десяти часов вечера. Внутреннее стремление рационально использовать каждую минуту, отдать для этого все силы, ободряло и укрепляло. Ложились спать с желанием, чтобы скорее наступило утро, чтобы можно было продолжать работу. Конечно, мы уставали, но это была не гнетущая усталость, а какая-то приятная, блаженная. Господь по милости своей обновлял наши силы, а любовь к Нему вдохновляла на жертвенное служение. В воскресенье мы отдыхали на час дольше, после завтрака проводили благодарственное богослужение, изучали священное писание, а вечером читали какую-нибудь назидательную книгу. Не менее напряженной была потом развозка готовой продукции. Иногда в сумки и рюкзаки несколько десятков килограмм укладывали, и, например, сестры должны были легко забросить на верхнюю полку в поезде эти неподъемные сумки, для того, чтобы не подать какого-то вида, не вызвать подозрения у окружающих. Вот такой жертвенный подвиг совершал не один десяток, и, возможно, не одна сотня в совокупности жертвенных христиан. Конечно, были преследования. По моим данным, которые у меня есть, было арестовано пять печатных бригад. Я насчитал 27 сотрудников, могу ошибаться, большинство из которых – это сестры. Узы претерпели хозяева домов, в которых располагались печатные бригады. Ответственный за издательство «Христианин» Георгий Петрович Винц, редактор «Вестник истины» Николай Георгиевич Батурин тоже отбыли Узы. За перевозку литературы, по моим данным, возможно, неполные, 31 человек был арестован и претерпел Узы. Тем не менее, жертвенник постоянно горел, и огонь на нем не угасал. На смену одной конфискованной машине изготовлялись другие, на смену одной арестованной бригаде печатников новые души посвящали себя этому служению. Интересный случай. Тогда, когда арестовали первую печатную бригаду в Латвии в 1974 году, власти торжествовали победу, они думали, что расправились, уничтожили, что печать отныне замолчит. Каково же было их удивление, когда в скорости они получили отпечатанный на другой печатной машине документ, чрезвычайное сообщение издательства «Христианин» об аресте бригады. И тогда они поняли, что, скорее всего, христианская печать, она неистребима, что работает несколько бригад, и сразу все их выследить и ликвидировать. Для них это оказалось невозможным. Четвертая часть, совсем немного, труд издательства в период относительной свободы. Конечно, с наступельным свободой стали меняться условия, в которых осуществлялась работа. «Христианочка», которая очень много потрудилась на славном поприще печати, она сменилась более совершенным, современным оборудованием. Условия, конечно же, изменились, уже не нужны были конспиративные квартиры, более удобные дома. Особый вклад, особенно здесь, в нашем регионе, в Курско-Рязанском объединении, в дальнейшее развитие этого служения и в годы гонений Анатолий Михайлович Ломакин внес. Иван Петрович Плед очень много, в последние годы своей жизни, тоже трудился в нашем регионе, в издательстве. Очень много христианей Запада содействовали где-то и поставкой оборудования, деталей, миссия Фриденштиме и так далее. И это большой помощью и благословением. Тем не менее, друзья, жертва всегда необходима. Пусть в разных условиях, пусть разной степенью нагрузки, но подставлять плечо и работать под нагрузкой, сегодня к этому призывает нас христианское служение. И печать христианская, и труд благовестия, и многие-многие другие сферы. Сегодня не хватает тех, которые хорошо бы владели пером, богобоязнные, любящие Бога люди, которые могли бы писать статьи, может быть, даже составлять какие-то книги, сохранить и приумножить наследство, которое нам передали отцы, наша задача. Подведем 50-летние итоги служения. Я хотел бы 7 моментов ключевых отметить, 7 благословений. Ну, во-первых, издательство всегда снабжало верующих духовной литературой. Даже тогда издательство заработало, в принципе, когда значительный состав, значительная часть Совета Церквей находилась в вузах. Это было знаком Божьего благословения. То есть издательство огромный вклад в вопросах душепопечения и духовного питания внесло для нашего братства, для христиан. Второй момент. Издательство подавало пример жертвенности. Это был определенный вклад в воспитание христиан и особенно подрастающего поколения. Сотрудники шли на огромные риски, работали в невыносимых условиях, во многом себя отказывали ради блага Церкви. Третий момент. Работа издательства содействовала единению или скреплению единения братства на территории всего обширного Советского Союза. Верующие из Казахстана, например, знали, что происходит с единоверцами и в Хабаровске, и в Молдавии. Четвертый момент. Огромный вклад в заступническое служение. В 70-х годах многие публикации стали проникать на Запад и озвучиваться в иностранных СМИ. Это содействовало всемирному, так сказать, ходатайственному служению за христиан в нашей стране. Пятое. В работе издательства напрямую был продемонстрирован принцип неподцензурности и независимости от мира. То есть, если Всегбе боялся как-то бесконтрольно, не будучи подотчетным атеистическому центру, что-то публиковать и издавать, то наши братья понимали, принцип независимости и несообразования с миром должен соблюдаться. Даже в 90-е годы, когда звучали голоса, что нужно на коммерческую основу работу издательства поставить, братья от этого отказались, и Господь сохранил издательство независимым. Мир не имеет права вмешиваться в это. Шестое. Огромный вклад в благовестие. Очень много изданий на различных языках народов бывшего СССР было выпущено, и благодаря этому многие получали Слово Божие на своем родном языке. Ну и седьмое. Это урок щедрости и безвозмездности. Урок самоотдачи. Ни один экземпляр из напечатанных не был продан. Он – это учит нас забывать о себе и жить во благо ближних. Это, друзья, очень короткий обзор, но он и сегодня напоминает нам. Во-первых, не будем забывать, наш Бог – это Бог чудес, нужно на Него уповать. И второй момент – это то, что сегодня от нас тоже требуется жертвенность и посвящение. Если ты хочешь видеть чудеса в своей жизни, если ты хочешь быть сосудом благоприятным, годным на всякое доброе дело в руках владыки, ты призван освящаться, ты призван отдавать себя, ты призван отдавать себя важному делу труда в Церкви. Хотел бы закончить этот отклад цитатой из послания к Ефесинам 3.20.21. «А тому, кто действующую в нас силую может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Барнаул-Воркута, За стальностью решеткой там сидят христиане, И под грохот колес тихо песню поют. За стальностью решеткой там сидят христиане, И под грохот колес тихо песню поют. По тундре, по суровой Сибири, За правду Божью наших братьев ведут. Но когда на свободе мы их снова увидим, Будем радостно Бога мы опять прославлять. Уж скоро пролетит это время, Не будет тюрем и больших лагерей. Будет Братство Христово, Будет вечное лето, И тогда в жизни новой Будет вечный покой. Будет Братство Христово, Будет вечное лето, И тогда в жизни новой Будет вечный покой.